А знаете, я хотел бы предложить для размышления такую мысль о том, что нам нужна тишина, нам нужно больше тишины. Давайте об этом подумаем чуть-чуть на протяжении двух-трех минут. В мире, в котором мы живем, все наполнено информацией, все наполнено шумом определенным. И этот шум, он лезет со всех сторон. Он пытается заполнить все уголки нашей души, нашего сознания, чтобы наше сознание не сфокусировалось на главном, не имело какого-то определенного внутреннего стержня, на который бы все нанизывало, не имело бы фундамента, чтобы душа разрывалась постоянно, как лебедь, рак и щука, чтобы мы бегали за этой суетой, за этим шумом, за всем, что нас отвлекает, всем, что расщепляет наше сознание. И вроде бы простая очевидная мысль, что нам нужно больше тишины, но мир, который вокруг нас, он устроен именно таким образом, чтобы лишить нас тишины. И мы вряд ли серьезно об этом думаем, размышляем и выстраиваем так свою жизнь, чтобы в нашей жизни была тишина, чтобы было спокойствие. А ведь, посмотрите, если мы обратимся к текстам Священного Писания, то мы увидим, что именно человек, когда сосредотачивается на молитве, он находится в пространстве тишины определенной. Когда человек встречает Бога, он находится в пространстве тишины. Смотрите, мне вспоминается из книги царств, пророк Илья, которому явился Бог на горе Хариф, если не ошибаюсь. И Илья бегал от Изавели и уже взмолился Богу, что Господи, забери душу мою. Но вот Господь явился пророку Ильи. Но там говорится, как вот своими словами передам по памяти, что сначала там был гром, но там не было Бога. Потом огонь, потом сильный ветер, но там не было Бога. И вот только когда тихое дуновение ветра, вот как бы сказать, тишина, вот там явился Бог, именно в этой тишине. Потом мы вспоминаем, что сам Христос, который дает нам пример, как общаться с Богом, как идти к Богу, как идти в Царствие Небесное. Он как Бога-человек, Он учит нас в молитве, Он учит нас внутреннему сосредоточению и тому, чтобы душа наша наполнилась божественной силой, божественной славой. И Он, когда молился, Он уходил от суеты, уходил от мира, взошел на гору помолиться, или там, когда преображение, чтобы явить ученикам свет, тоже зашел на гору, то есть Он вышел за пределы какой-то суеты определенной. Потом, например, Вознесение, что отошли от Иерусалима, то есть за пределами какой-то определенной суеты совершается это событие. И вот, знаете, если мутную воду в стакане, постоянно ее болтать, постоянно взбалтывать, то она так и останется мутной, и то же самое в нашей душе, если мы все время, постоянно будем сотрясать какие-то определенные страсти, какую-то определенную муть, она так и будет подниматься. Но нам нужна тишина и спокойствие, хотя бы на время, для того, чтобы муть осела, для того, чтобы душа снова стала кристальной, чтобы снова стала чистой, чтобы в этой чистоте она смогла различать главное. И то, что касаемо духовного мира, то, что касаемо душевно-эмоционального мира, различать, что мое, а что не мое, вот это вот какие-то главные такие ориентиры мировоззренческие. И в церкви есть такая духовная практика, она называется исихазм, где подвижники посредством Иисусовой молитвы, они обретают в своей душе Бога через Его энергии, соприкасаясь с этими вечными божественными энергиями. И эта практика, она называется исихазм, от греческого слова исихея, которое переводится как тишина, безмолвие. То есть, видите как, если человек собирается жить духовной жизнью, то для себя он должен определить таким образом, как обустроить свою жизнь, чтобы внешне уйти от суеты. Посмотрите, вот, например, сама практика монашества, подвижничества, она говорит о том, что люди уходят прежде всего от суеты, чтобы в своей душе преобразить внутренний мир, и только затем преображается мир внешний, что, как говорил Серафим Саровский, спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя. То есть, первоначально преобразить свой внутренний мир, разобраться с самим собой, понять, кто я, зачем я в этом мире, куда я иду, зачем я живу, и как мне найти Бога и Его любовь. Все то, к чему тянется душа, все, что заложено еще от рождения. И каждому из нас дается такая возможность, заложено каждого человека от рождения, жить с Богом, кинуться к Богу, к полноте, гармонии, красоте. К полноте имеется в виду вот этого божественного, вечного. И это заложено. И главное, чтобы разобрать вокруг нас всю суету, навести некий определенный порядок, и тогда все засверкает своими вечными красками, вот этими небесными, прекрасными. Тогда человек многое начнет понимать. Вот чего всем вам искренне желаю. Давайте об этом серьезно подумаем. И постараемся убирать все лишнее из нашей жизни.